Да, фантастика это наше все, как говорится. Вот смотрите, такой рисуночек, вот такая машина, бронетранспортерчик с такой антенной передающей. Потом вот следующее изображение, вот такое вот, но это как бы экранизация романа. И вот такое вот изображение. Я вначале, когда этот текст начал читать, но не мог подумать, что это с фантастического рассказа. Братьев Стругацких 1969 года. Они просто в 92-м его еще чуть подредактировали этот рассказ. И смотрите, какой текст. Излучение башен предназначалось не для выродков. Оно действовало на нервную систему каждого человеческого существа этой планеты. Физиологический механизм воздействия известен не был, но суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемого терял способность к критическому анализу действительности. Действительности. Человек мыслящий превращался в человека верующего, причем верующего иступлено, фанатически, вопреки бьющей в глаза реальности. Но чем не сегодняшний день вам? Человеку, находящемуся в поле излучения, можно было самыми элементарными средствами внушить все, что угодно, и он принимал внушаемое, как светлую и единственную истину, и готов был жить для нее, страдать за нее, умирать за нее. А поле было всегда незаметное, вездесущее, ну и поле имеется в виду электромагнитное или излучение, всепроникающее. Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, опутывающая страной гигантским пылесосом. Оно вытягивало из десятков миллионов душ всякое сомнение по поводу того, что кричали газеты, брошюры, радио, телевидения, что твердили учителя в школах и офицеры в казармах, что сверкало неоном поперек улиц, что проволожалось сам воно в церкви. Неизвестные отцы направляли волю и энергию миллионных масс, куда им заблагорассудится. Они могли заставить и заставляли массы обожать себя, могли возбуждать и возбуждали неутоймимую ненависть к врагам внешним и внутренним. Они могли бы при желании направить миллионы под пушки и пулеметы, и миллионы пошли бы умирать с восторгом, они могли бы убивать друг друга во имя чего угодно. Они могли бы, возникне у них такой каприз, вызвать массовую эпидемию самоубийства. Они могли все. А дважды в сутки в 9 утра и в 10 вечера гигантский пылесос запускали на полную мощность, и на полчаса люди переставали вообще быть людьми. Все подспудные напряжения, накопившиеся в подсознании из-за несоответствия между внушенным и реальным, высвобождались в пароксизме горячего энтузиазма и восторженном экстазе верой полепия преклонения. Такие лучевые удары полностью подавляли рефлексы и инстинкты и замешивали их чудовищным комплексом преклонения и долго перед неизвестными отцами. В этом состоянии облучаемый полностью терял способность рассуждать и действовал как робот, получивший приказ. Опасность для отцов могли представлять только люди, которые в силу каких-то физиологических особенностей были невосприимчивы к внушению. Их называли выродками. Выродков было сравнительно мало, что-то около 1%. Но они были единственными бодрствующими людьми в этом царстве Сомнабул. Только они сохраняли способность резво оценивать обстановку, воспринимать мир как он есть, воздействовать на мир и его управлять им. И самое гнусное заключалось в том, что именно они поставляли обществу правящую элиту, называемую неизвестными отцами. То есть, видите, с этих чистых людей, которых выродками называли, потом они шли в управленцы тайные, вот эти верховные. Все неизвестные отцы были выродками, но далеко не все выродки были неизвестными отцами. И те, кто сумел войти в элиту, или не захотел войти в элиту, или не знал, что существует элита выродки, властолюбцы, выродки-революционеры, выродки-обыватели, были объявлены врагами человечества и с ними поступали соответственно. Но я вначале подумал все-таки, что это, ну, как бы выдумка, как бы, ну, что-то подтянули. Вот, взял книгу ту, вот, скопировал вот этот вот, к примеру, один абзац, открыл вот эту книгу «Обитаемый остров», тут чуть-чуть, как я говорил, было заменено, и «Найти». Сейчас вставляем вот эту фразу «Найти», да, и вот она есть, действительно, излучение, башен предназначалось не для выродков. Оно действовало, опасность для отцов, вот текст в этой книге есть. Максим дальше испытывал такое отчаяние, словно вдруг обнаружил, что его «Обитаемый остров» населен на самом деле не людьми, а куклами. Надеяться было не на что. А потом я припомнил, что как бы я фильм видел, и действительно, по телевизору его тогда еще показывали, вот «Обитаемый остров», довольно-таки ничего я его начал сегодня просматривать, он был снят, выход, сейчас, когда тут был, в 2009 году премьера, а снят в 2008, 115 минут, это не длинный фильм, час 15, рейтинг 5,1 международный, и такой 4,31, что-то невысокий, ну, хотя, видите, вот тут на этом сайте отзывы довольно-таки четко отображают фильм, что хороший. Ну, я смотрю, смотреть можно. И тут вот кадры из фильма, сейчас вот смотрите, вот эти такие мрачные, эти серые, это может, вспомните, вот главный герой, видите, фильма от этого вот. Вот, сейчас тут открою, ну, довольно-таки артистов много узнаваемых в фильме, и этот Мерзликин, и вот этот артист, я его не знаю, что-то после этого фильма, его не сильно было потом и видно. И довольно-таки ничего, этот фильм снят, я ссылочку, если хотите, оставлю под видео, посмотрите фильм. Похожие фильмы, остров доктора Моро, обитаемый остров, ну, кто хочет, остановите, можете прочитать комментарии. Мне лично нравится фильм, я у себя на YouTube-канале, вот тут вот можете набрать в поиске, зайти на YouTube-канал, слова, фильм, или потом сериал, и вам выдаст видео, то, что я рекомендую посмотреть, что оставит вашей душе какую-то пользу. Потому что, если вы читаете или смотрите плохой фильм, то только с вас вытягивается энергия жизненная, и все. То есть, тут надо подходить к этому вопросу, смотреть только качественно, вот тут фильм или сериал в этом окошке, вводите поиск по каналу. Ну, вот так вот мы с вами рассмотрели, что фантасты предсказывают все, что хочешь, то, что было, будет, и довольно-таки точно, еще там нюансы, возможно, то, что там было, мы прочитали, еще дальше они обнаружатся через 5 или 10 лет.